итак всем привет друзья с вами криптофеев ну что сегодня знаменательный день день когда путин у нас в россии поручил собственно ускорить принятие законопроекта о крипто активах да что это будет такое как за это нужно будет платить налоги и нужно ли будет вообще платить налоги но и собственно майнеров это тоже касается что касается рынка криптовалют он у нас льется все отрабатывает по моему прогнозу а именно ранее я за три дня сказал что мы сначала пойдем и попытаемся потрогать 10 тысяч долларов это полностью прогноз отработал и после этого можно идти вниз на данный момент на дневке bitcoin очень даже хорошо льется вниз и в рамках этого шухера можно встать даже в шорт если в принципе вы располагаете денежными средствами не все потеряли то вы можете это сделать например на бирже duodex собственно эта биржа позволяет торговать огромными плечами да но я не советую это делать но если вы ищите альтернативу бирже битмакс то почему бы нет то есть вы также ставите этой профит да также ставите стоп лосс и собственно таким образом уходите то есть уходите не знаю куда-то заниматься своими делами и так далее после того как вы это все сделали вы можете заниматься своими делами и можете делать все что угодно то есть биржа duodex она в принципе позволяет вам одновременно ставить take profit стоп лосс очень удобная биржа можно также работать не только с маркетом по маркету цены но и также с лимитом то есть основные преимущества то что также биржа хранит ваши криптовые активы на холодном хранении но тем не менее я вам советую все-таки заводить там один bitcoin или то что вам не жалко потерять да потому что все таки необходимо брать внимание то что вы торгуете не на всю котлету ну и также здесь есть эфириум и usdt то есть тоже можно торговать мы видим как и фильм очень хорошо полился и собственно здесь тоже вы можете торговать и значит не только остановиться в лонг но и также в шорт что касается в принципе верховного суда рф то он также впервые провел голосование на блокчейне и впервые участники пленума использовали систему онлайн голосования polis от лаборатории касперского которая была развернута на базе российского облачного хранилища от компании softline данная система голосования основана на технологии блокчейн и используют прозрачное шифрование если же мы говорим про те проекты которые есть на криптовом рынке в топе до русские проекты то это один из таких проектов называется waves эта монета уже довольно таки далеко ушла по капитализации это монета она узкая да сносил это саша иванов да естественно она сейчас имеет стоимость доллар и 21 цент долго консолидируется на этой отметке то есть накопление началось с июля 2019 года и происходит до сих пор периодически монета пампится но у нее также есть своя биржа и это в целом может быть такой очень хороший перспективный продукт она на пятьдесят восьмом месте по капитализации поэтому тоже можете обратить на нее внимание в рамках там трейда в рамках волатильности тоже можно ее пробовать мы раньше с ней работали но сейчас пока что мы стараемся далеко во первых не залезать за топ а во вторых все таки забирать гарантированные движения что касается значит ошибки в 5 миллионов эфириумов все вы знаете что значит люди отправляли эфириумы да и по итогу по итогу все таки они платили больше в эфириуме да то есть как получается то есть человек переводил эфириум переводил огромное количество фильмов и например перевод 0,5 эфира да то есть это даже не один эфириум одному из инвесторов стоило более 10 тысяч эфириумов то есть это ну короче миллион долларов и поэтому можно сказать что действительно либо просто инвестор завтыкал или был пьяный да и таким образом в поле транзакции вел именно полное свое значение да в 10 тысяч эфириумов а комиссию выставил вернее перевод выставил 0,5 да что скорее всего и было либо просто провтыкал то есть но я считаю что это возможно то есть в эфириуме когда ты переводишь да денежный перевод то есть например у тебя 100 эфириумов на кошельке то есть ты нажимаешь отправку то есть и там высвечивается сколько ты заплатишь за перевод и например там люди пишут соответственно там например запятой могут ошибиться пишут там например 99 не эфиров переводят да все таки один эфир там грубо говоря это транзакция на самом деле все не так происходит но короче можно ошибиться запятой что касается значит путина он призвал ускорить принятие закона о регуляторных песочницах и если например в рф будут запрещен или ограничен оборот крептоактивов да то есть он будет ограничен и запрещен либо майнинга то такие проекты смогут безопасно работать в песочницах подобные режимы уже давно применяются за рубежом например в великобритании и белоруссии то есть можно сказать что таким образом то есть уже сдвинулся мертвый лед да уже в принципе мы можем говорить о том что будет такой законопроект и определенные криптоактивы займут свою нишу да поэтому то есть в принципе здесь уже в принципе будет соблюдаться все нормы и требования по безопасности и на практике будут отрабатываться при перспективные конечно же решения если же мы говорим про майнеров биткоина в 2020 году они стали реже добывать пустые блоки да и по сравнению с предыдущими годами майнеры стали добывать меньше пустых блоков с 1 января по 1 июня таких блоков было всего три десятых в общем объеме это заметное снижение по сравнению с тем же периодом прошлого года когда значение составляла 0.7 десятых но подводя итоги рынка что можно сказать то есть определенно у нас сейчас биткоин в потенциале может начать вот то самое падение которое многие ждут в том числе и я да то есть после того как биткоин ложно сходил на 10000 до долларов даже не пробил 10000 даже не закрепился сейчас мы видим что у нас есть хороший потенциал шорта мы можем зашортить это движение и вставить шорты естественно взять свой тег профит и подтвердить да и это все можете делать на бирже duodex да и таким образом вы можете торговать с любым плечом если вам принципе не нравится биржа bitmex то что она предлагает я считаю что duodex в принципе это хороший вариант здесь действительно можно не только биткоином торговать но также эфириум и наоборот то есть основная принципе плюха биржи это в том что вы можете по лимиту то есть выставлять take profit и стоп лосс но по итогу я считаю что вот этот дам биткоина действительно он не то чтобы типа как бы многие его не ждали на самом деле многие ждут дам биткоина на самом деле сейчас подрезаются у нас лонговые позиции и это очень хорошо у нас в принципе с биткоином в ногу льется альта да и практически если биткоин теряет у нас там 6 процентов альта тоже практически теряет 6 процентов некоторая 7 то есть некоторая льется с опережением поэтому можно сказать что есть позитивный отклик от того что мы сейчас видим а именно то что как падает bitcoin я считаю что это очень классно то есть это то что мы долго так ждали ну по итогу что можно сказать то что рынок сейчас слаб рынок напоминает у некоторых криптовалют некую накопление некое консолидирование оппозиции крупных да и естественно выход наверх по поводу биткоина здесь просто больше картина на недельном таймфрейме напоминает то что игрок просто здесь закупился быстро но тут медленно медленно скидывает свои позиции то есть дорогой биткоин не сразу покупает но игрок заказывает новости заказывать ности о том что биткоин будет стоить там 100000 там 300 тысяч долларов и тем самым скидывает bitcoin поэтому в принципе здесь я считаю что еще мы увидим 8 7 тысяч долларов то есть вопрос времени то что биткоин сейчас падает это вот отработка практически моего прогноза будем думать что будет дальше то есть что будем делать дальше думаю что можно будет отработать хорошо на отскоке всем ночи всем пока и до новых встреч